Сдаваться армейцам действительно рано. До стыка всего две победы, одну из которых предстояло добыть в матче с лидером. Томи хоть и потеряла зимой нескольких своих заводил, зато не пропустила в весенних играх ни одного мяча. В составе сибиряков хорошо знакомые нам Николай Калинский и Смейл Идиев, которые прекрасно знают, как обыгрывать хабаровчан. Первый разгромил СКА вместе с Томью в сентябре, второй совершил удачный воеждж на Дальний Восток месяцем позже с ротором. Да, да, это очень приятно. Если честно, в Хабаровск приезжаю как к себе домой. Раньше, пока я здесь не играл вообще, не хотел летать сюда. Сейчас как к себе домой, можно сказать, приезжаю. Спасибо болельщикам, что они так принимают меня здесь. Несмотря на удачный выезд во Владивосток, Евсеев решился на перемены. Вместо спортивного костюма элегантное пальто с модно повязанным поверх него шарфом. Реформы коснулись и состава. Впервые в сезоне на поле вышел Кирилл Суслов, а вместо дисквалифицированного Казанкова в старте появился засидевшийся Кабаев. Два мощных форварда с первых минут. Это заявка. Ставка Евсеева сыграла уже на второй минуте матча. Малеев нашел длинной передачи Кабаева, мяч подхватил Булия и, недолго думая, зарядил с левой точно в угол. Чертанова разбудили на пятой минуте нас, на второй, поэтому предупреждая, все-таки Ганди Кабдали после забитого с Хабаровска отошел. От обороны начали играть, в общем-то, на позиционных атаках не так сильны, поэтому у нас есть проблемы с созданием голевых моментов. Нам удалось забить в второй домашней игре быстрый мяч, да? Если в предыдущей игре это нам не пошло на пользу, то в этой игре, наоборот, нам придалось силу, уверенности. На эмоциях СКА создает еще один космический момент. Олейник выцарапывает мяч для Кабаева, и Женя промахивается из убойной позиции. Левый фланг рвет Камешс, Латыш делает идеальную подачу на пулью, однако томский капитан Шумских не дает состояться дублю. Через несколько минут Эдуарду уже никто не мешает, но удар головой выходит неточным. В плане того, что появился второй нападающий мне в подмогу, да, где-то, может быть, развязал он мне руки в плане действий, да, они бы стали более разнообразными, так как у одного нападающего, конечно, там есть определенные моменты, где ты должен находиться в разных эпизодах игры, матча. Да, здесь, конечно, были свои плюсы, но кто бы ни выходил, и мы выполняем одну задачу, мы выходим только выигрывать и радовать наших болельщиков. Постепенно Томь просыпается. Опасно бьет головой Макурин, а парень на месте. Навес Ставпица неожиданно превращается в удар. Миша вновь надежен. Очень показательное поведение наших ребят в такие моменты. Суслав тут же спешит подбодрить голкипера. Здорово, здорово. Через пару минут уже сам опарень проявляет заботу. О тактике армейцы не перестают говорить и после свистка на перерыв. Томь добавляет. Все тот же Ставпец поочередно напрягает хабаровские фланги. Вместо Никифорова выходит здорово проявивший себя в Владивостоке Кабутов. На этот раз Дмитрий вынужден больше помогать обороне. Гости забрали себе мяч, но до по-настоящему опасных моментов дело так и не дошло. В любом случае забитый гол влияет на ход игры. Да, конечно, мы не то чтобы старались удержать преимущество. Мы старались просто понадежнее, повнимательнее сыграть, уменьшить риски. Но при этом у нас все равно были вылазки в контратаке, были моменты, могли удваивать счет. Я не видел, чтобы Томи прямо что-то такое создало опасное у наших ворот. Подходы, да, но в целом, я думаю, надежно сыграли. В итоге СКА победу удержал. Второй матч подряд Апарин не пропускает. Да, встреча получилась не самой зрелищной, но уж слишком много было необязательных потерь очков в этом сезоне. Самое главное – армейцы в гонке, ведь, как известно, победы не пахнут. Мы с Чертанова очень интенсивно играли, и счет вы сами знаете, какой был. Поэтому на первом месте сейчас у нас результат, а не то, как интенсивно, не интенсивно. Я благодарен ребятам, потому что они, во-первых, сами выкладываются полностью, а во-вторых, выполняют поставленные задачи. Следующий матч – настоящий экзамен для СКА. Армейцы отправляются в город-курорт Сочи. Однако на отдых нашим футболистам рассчитывать не приходится. Местная команда одержала четыре победы в четырех последних домашних матчах и забралась на третье место. Нас ждет битва за стыки не иначе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!